Здарова, игроманьяки! С вами Джейсон и это канал TrueMoneyGames Играет настоящих маньяков и мы с вами сейчас посмотрим на легендарнейшую игру Квест-жанра, которую выпустила российская компания Бука еще в 98-м году И вот спустя практически 20 лет мы видим перезагрузку игры Петька и Василий Иванович спасают галактику Так, классическое упрощенное Давайте упрощенное выберем В связи с чем связана перезагрузка В связи с тем, что эта игра выходит помимо ПК уже на мобильные платформы И доступна всем для покупки Внимание на экран! Далеко-далеко в галактике Через солнечную систему пролетал огромный размером с планету Космический корабль Внутри которого находились десятки миллионов инопланетных колонистов По каким причинам он потерпел катастрофу, неясно Однако именно в результате этой аварии у планеты Земля появился спутник Луна Во время аварии большинство инопланетян погибает Выживают только те, кто находился на тот момент в состоянии глубокого анабиоза Но разбудить их, понятное дело, уже некому И, наверное, они так и спали бы вечно Много тысяч лет спустя В 1917 году Выстрел с крейсера Аврора Возвестил о начале Великой Октябрьской революции Пьяные матросы не попали по Зимнему дворцу На самом же деле снаряд Авроры попадает прямиком в Луну Где приводят в действие отказавшие тысячелетия назад механизмы И пробуждает остатки мирно дремавших инопланетян Через некоторое время Окончательно проснувшись и оценив всю безвыходность своего положения Инопланетяне решают, что единственная для них возможность выжить Завоевать Землю И они начинают готовиться к вторжению При изучении планеты в телескопы Они случайно обнаруживают в центре одного из крупнейших материков Земли В крошечной богом забытой деревеньке Гадюкина Надпись, нацарапанную гвоздем на указателе Гадюкина тут Земли Естественно, что захват Земли Инопланетяне решают начать с важнейшего стратегического центра землян А именно деревни Со странным и таинственным земным названием Гадюкина А тем временем в России уже полным ходом идет гражданская война Через поселок Гадюкина проходит линия фронта Река Урал делит поселок на две части В одной части кое-как обустроила свой быт доблестная Красная Армия во главе с Чапаевым В другой с комфортом расположились недобитые белогвардийские генералы С остатками своих трусливых войск И те, и другие уже основательно устали воевать Поэтому, судя по всему, осели в Гадюкина надолго Силы примерно равны Так что ситуация сама по себе изменилась бы очень не скоро Если бы в дело не вмешались так не кстати проснувшиеся инопланетяне Которые сперли знамя Красной Армии Вы не обращайте внимания на этот замечательный анимационный ролик Потому что графику все-таки поправили Ну как поправили? Они растянули текстурки на привычное для нашего глаза разрешение И теперь на всех наших устройствах мы можем смотреть полноразмерную картину Что? Правду делать-то теперь? Раскричался? Что делать? Что делать? Прям как Черышевский какой Опозорены мы теперь, Василий Иванович Представляешь? Приедет завтра Ильич войско проверять Спросит, а где знамя ваше боевое? А мы, что скажем? Твоя правда, Петр Надо думу думать Кто ж мог у нас из-под носа самое святое? Полотнище алое утащить И леги это! Точно тебе говорю, Петька! Выходит, беляки шпиона прям нам под нос заслали Может, в отместку им в колодец соли насыпать? Пусть у них вся еда пересолена будет А политично рассуждаешь Слышал бы тебя, Фурманов, не похвалил бы А вот флаг вернуть надо А может, похмелиться чуток? И уж тогда мы этих гадов и белогвардейцев, и махновцев И даже этих, как их там, антихристов Во-первых, не антихристов А анархистов! А во-вторых, как сказал кто-то из классиков Хватит базарить Надо знамя с кичи вынимать Сейчас вот быстренько Урал с тобой форсируем Да знамя-то наше и отвоюем! Так там же патруль! Вот с него-то мы и начнем Обращаю ваше внимание, что игра для лиц старше 18 лет Потому что в ней присутствуют сцены различного характера и содержания Которые лицам до 18 лет не рекомендуется Ну это так, к слову А вот и Анка Привет, Анка! Привет! Что это ты во стороне Беляков делала, а? Корова, масло И где же твоя корова? А может ты и есть шпионка? Может ты и знамя украла? Лучше признавайся, а то мы тебя сейчас быстро разоплачим Какая же я шпионка? Я, между прочим, о вашем же, Василий Иванович, про питание и забочусь Всегда вам дам Молочка, когда попросите Ну ладно, ладно Ты ж знаешь, я любя Ну вы и шутник, Василий Иванович Прям казаном какой-то Как она вас обозвала, а, Василий Иванович? Молчи, Петька Плохо я тебя воспитывал Лупить почаще надо было Ну ладно, заболтался я тут с вами А у меня еще коров не дойно Ну, иди, Анка, не будем тебя задерживать Обращаю вас внимание на табличку, которая показывает в сторону белых надпись «Белая сволочь» Правильно, Петр, до меня тебе далеко Ты ведь даже не знаешь, о чем я сейчас думаю Нет, конечно, вы же мне не сказали А о чем вы думаете? Я думаю, как это интересно Беляки Анку через свой пост пропустили Известно как А как же? Беляков на нем видишь? А кто? Молодец Да ты же сообразительный Я думал, не догадаешься А что догадаешься, Василий Иванович? Что, что? Анка, ну, Беляки, ну, понял? Не-а Ну ладно Скажу тебе, недотёпа Нам под Анку замаскироваться надо Нам? Под Анку? А как же мы вдвоем под нее замаскируемся? Замаскируемся Как получится? Ха-ха-ха Уже любопытно Как получится, Галики, замаскируемся Ребят, здесь много разговаривают Главный герой не кто иной, как Чапаев и его подручный Петька И эти комрады Представители Красной Армии Такого творят Им предстоит спасти Землю от вторжения на пунктян Как мы уже поняли Из трейлера И попутно Или первоначально Вернуть Красное Знамя Красной Армии Так Нам нужно как-то замаскироваться Но чтобы замаскироваться Нам Придется Не дотянешься Я не знаю Слушай, сделай что-нибудь Блин Я выпил бы Да для желудка, говорят, вредно Вредно рыбых живых хватать Ой, что это там на дне блестит Похоже на ключик Ну так бери его Тема в чем? Тема в том, что здесь Огромное количество Искроветного юмора И для всех людей Кто хочет поностальгировать Для тех, кто Когда-то Более 10 лет назад Почти 20 лет назад Выиграл в эту игру Боже мой Это очень стоящее приобретение Ссылку на эту игру Вы найдете в описании Под данным видео Доступна она в стиме И на мобильных платформах Я еще раз понимаю Можете закачать себе На телефон Или на планшет Не пожертвовал Самой необходимой Частью своего тела Ну Второй По необходимости Да, мы поняли тебя Хватай ключик И птичка сдохла Ох и достаешь же ты меня По утрам Вот я голову До тебе Отверну Да уже А, ты Да, действительно Собрался Отворачивать голову Птицы Чпоньк А, она ему в нос Как заехала Так, теперь у нас Что-то еще В инвентаре появилось Вопрос Как тут посмотреть Инвентарь У нас есть ключик И Кукувка Ну А это что? Браната Это последняя Да и заряда в ней нет Пусть лучше здесь Для украшения повисит Да, говно вопрос На кровати что-то Не до сна нам сейчас Петька Хорошо Я один Точно Я один точно Не уснул Говорит Петька Я уже выспался Да, я понял То, что у нас тазик Нам тазик В дороге не нужен Лез же кругом А в шкафу Что-то есть? Лучше ее не трогать А почему? И пробовать не Ну что Поверить на выход Тогда А рыба Такая Загадочная Странной музыки Здесь нет Табуретка Самовар Лампа Аладдина Надорвешься Я же сказал Это старая Ржавая Сломанная Никчемная И никому Не нужная Лампа Спрашивается Нам-то она Нафиг нужна Нафиг она нам нужна А апостер С Чапаевым Тебе не нужен? Счастье В нашем деле Тем более Вдруг Только висит Не достать Не достать Возьми ты эту Как ее Табуретку Встань И достань Посидим на дорожку Раньше Посидим на дорожку Не годится С тобой кресло носить Боже мой-то А Ну возьми Ухват Готовить? Не хочу Не умею Я ведь красноармеец А не повар Ухват Вещь Конечно Неплохая Но Шашка Все же Вернее Я не понял Ребята Подкова Прибитая Над дверью Приносит Счастье Если только На голову Не грохнется Фигня какая-то В дом Надо тащить Я понял тебя Время сейчас Я тебя понял Так Это что скажешь? Боевого Командира Какого-то там Не выйдет О Можно сундук открыть Сейчас мы засунем Этот огромный ключ В эту маленькую Дырочку А маленькой Дырочке Не будет больно Ах вы Пошлики Ай-яй-яй-яй-яй Не стыдно Наши дети Смотрят Но я на предупреждал 18 плюс И лампа грохнула Снохи Инструкция Серьезно? Неужели нам нужна Печь Печь нам не нужна Ну помните На улицу сходим Сигарка Сигарка Еще не ленились Рисовать Озвучивать Переводить И все это делать Сами До того Как все Схотелось К простой Локализации Игр Это был Шедевральный Квест Одна из Первых Компьютерных Игр Которые Я в принципе Видел В своей жизни У Фредди Помню Тогда была Игра Про Петьку И Макс Пейн Но он Предпочитал Почему-то Играть Именно в Петьку Не знаю Почему Музыка Началась А раньше Музыки Не было Веревка Зачем нам Веревка Нам веревка Не нужна веревка Журавль Не понимаю Как Это к ней Можно было Что-нибудь Повесить Но пока Я не вижу Что можно было Применить Печная труба Стоит прям На улице Чья-то дверь Да неужели Открыто Заходи Кто хочет О Анка Япон Мать Здорово Как Там Убеляков Убеляков В сто раз Хуже Чем на советской стороне Там Все У них В упадке По волчьим Капиталистическим Законам Живут В рыночной Экономике Да-да-да К чему Мы собственно Не пришли Сейчас Скоро Мы их Прижмем Как следует Недолго Им жаровать А у нас же Есть инструкция Почему бы Не собрать ее Да? По-моему Мы что-то Напутали А вы уверены Что это у нас Инструкция По сборке Именно пулемет А получилось Получилось у нас У меня в сундуке Много всякого хлама Скопилось Ну да ладно Авось Тоже пригодится Получилось у нас Это мясорубка А не пулемет Ну да Хотели Как лучше Получилось-то Как всегда Может картоточки Покажи-ка мне Покажи-ка мне Еще разок Где во время Атаки Должен Находиться Командир Да я бы Показал Петр Только нам С тобой Еще до осени В атаку Ходить И ходить А у Анки Последний мешок Картошки Остался Так и Что предлагаешь Мы Петька Лучше Картошку У кулаков Экспорприируем Чем нашу Боевую Соратницу Грабить Да я понял Понял Все Ухожу Печка Везде В каждом доме Есть печка Пригодятся А вот это Вот замаскировали За пулеметом Якобы Чтобы никто Не заметил Но мы то Внимательно Играем в квесты Поэтому Заметили И подбираем Какой у ней Мужчина Висит там Накачанный Зачем Непонятно Анки Тебе что Мало таких Молодцов Красавцов Многие Интересное кино Василий Иванович Который вместе С сеном Человеку Упаковал Лучшее кино Петька Это вино Мудро Этот сток Тревожить не стоит Мало ли что Действительно Вдруг человек Выскочит оттуда Ну мы в первом Предложении Смотрим Пока На эту игрушечку Как-то Ускорить Можно это все Ребята Очень долго идут Они уменьшаются Уменьшаются И уменьшились Ходим Пока По деревне Красотища То какая Мать Перемать Подождите Подождите Момент Там Это Иваныч Отойди А Пейка Кстати Ходит Себе Спокойно Туда Сюда И вот этот Прутик Нам не нужен Много места Не займет Только вот Больно Крепкий Прутик Попался Руками Не отломать Да ладно Ты серьезно Что ли Чем Шоу Отламывать На это Можно только Посмотреть И взаимодействовать Как-то Понятно Топорик Нужен Или что-то Чем Можно Выдернуть Прутик По лесу Идем А в лесу Что есть Вроде Ничего Нет Шуруйте Молодцы Дальше О Пионеры А че Пионеры Уже Были Тогда В 17 Году Здоров Пионер Привет Пионер Меня зовут Павлик Павлик Морозов Что Ну Ну Наша Пионерская Организация Деревня Гадюкина Рада Приветствовать Доблестных Героев Гражданской Войны Освобождайте Нашу Родину От Белогвардейской Сволочи А уж об Остальном Мы позаботимся А фамилия Твоя Случайно Не Морозов Нет Никогда У меня Совершенно Другая Фамилия А вот У папы То есть Ой Понятно Все С тобой А Че Вы Тут Делаете Чем Вы Тут Занимаетесь Я То есть Мы Без дела Не Сидим Собираем Макулатуру И металлолом Помогаем В полиске И прополке Огородов Выявляем Вредителей И врагов Народа Ловим Шпионов И бездонных Собак Молодцы А как же Вы Отдыхаете Отдыхаем Мы Пионеры Тоже Неплохо Мы Занимаемся Физкультурой Плаваем И купаемся Загораем Занимаемся Конным И велосипедным Спортом Участвуем В художественных Кружках Пения Тихосложения Рисования И игры На музыкальных Инструментах Не то что Сейчас Все Все Я понял Ой Отжег Отжег Мужик Отжег Не то что Сейчас А он Нас туда Не пропустит В принципе Верный Путь Идете Товарищ Но вам Туда Пока Не надо Пойдем Сюда Ух ты Нифига Какая Жопа AC DC Здесь Могла Быть Ваша Реглама Между Врачем Кнопка Пойдем Нажмем Все На электрофигацию Нифига Смотрите Прикол Какой Бук Тут Реклама Действительно Каких Каких Игр Возможно Прикол Татую Ой Какой Кошмар Заколотили Все Мужику Бедному Кто там Толкает Встречи Пошел Третий Час Лекции Япона Мать Мир Мир Котором Мы Живем Не назовешь Просты И Понятны То Что Человек Произошел От Обезьяны Сейчас Знают Все А Сложнейшие Вычислительные Машины Синфа Синхро Какой Ужасный Мужчина Синхрофазотроны Автоматические Линии Производства Ведь Еще Вчера Их Не могла Себе Представить Даже Начинай Ты Я Выстрелю Себе В голову За Пять А Я Выстрелю Себе В голову Ну Тогда Я Выстрелю Себе 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 Твоя Очередь Русская Рулетка Мужики Играют На лекции Егор Савельич Моржов Всегда Одевается Только В черное Как Вы Наверное Уже Догадались А там Похородный Человек Лежит Но Черное Он Носит Совершенно По Другой Причине За Последний Год Его Многочисленные Друзья Областные Чекисты Повадились Навещать Его С Целью Основательно Раскулачить Винные Погреба Пели все издево Но Когда Среди Милых Гостей Пошли Разговоры О том Какая Все-таки Замечательная Деревенька Это Гадюкин И Как Хорошо Было бы Им Остаться В Гадюкино Насовсем Тут Их Терпению Пришел Кони В результате Они Действительно Остались В Гадюкино Насовсем А Моржов Остался В живых Только Потому Что Был Одет В Свой Любимейший Черный Плащ В Потемках Его Перепутали С местным Попом И Естественно Отпустит Повезло Мужику Кстати Говоря Эй Мужик Эй Василий Иванович Проснись Мужики Может Пистолет Дадите Ой Ребята Чего Это Вы Делаете Не Видишь Что В Рулетку Играем А Кто Вам Разрешил Ленин Ленин Всегда Был Против Азартных Игр Эта Игра Не Азартная Она Успокаивает Расслабляет Понижает Мышечный Тонус А Ты Не Хочешь Не Играй Ну Почему Же Я С Удовольствием Тогда Твоя Очередь Опа Давай Ничего себе Размерчик Ствола Нормальный Такой Давайте Пальнем Поднять Руку На Чапаева И не Мечтайте Ну Пальнем Воздух Тогда Че Ты Да Вы Что Да Меня Это Вы Лучше А Худшим Нет И Думать Ну Я Не знаю Стрельный В печку Что Стрелять Во Все Подряд Но Я Не знаю Стрельный Куда Небудь Т Туда В себя Стреляет Тогда В себя Не стреляет В покойник Стрель Я Немного Опоздал Стрелять Замет Пантелеймоныч Добрей Ухи Не обидит Серьез Да и Как он Он Весь Слепой Глух Парализованный Весь Василий Иванович Вас Генер Этот Спит Стрелять Да Вы Что А Вдруг И Не Подумай Ну Стреляй Воздух Ты О Лампочка Стрелять Надо В Лампочку И Все Пошли На Выход Это Была Ловушка Сдается Мне Это Была Комедия И Че Мы Добились Нихрена Пальнули В лампочку И Вышли Вон Ну В общем Нам Придется Разыскать Красное Знамя Используясь На И Глупейшие Комбинации Возможных Предметов И Никогда Не Знаешь Что К чему Отнести Поэтому Решают Собственно Задач Простым Перебором Потому Что Логику В подобных Вещах Искать Не Приходится А Это Был Петь Василий Иванович Спасает Галактику Перезагрузка Доступна Игра С 18 Февраля 16 Года Стоит Порядка На Ваших Мобильных Устройствах Ссылочку Вы найдете На Стим В Описании С вами Был Джейсон Канал Трумани Геймс Не Забывайте Подписываться И ставить Лайки Всем Удачи И Пока